Дорогие мои соотечественники, прежде всего позвольте мне от имени Коррадиционного Совета Оппозиции Казахстана выразить искренние слова сочувствия нашему народу в связи с массовыми наводнениями, повлевшие за собой человеческие жертвы и колоссальные разрушения. Эти бедствия случились не из-за природных явлений, обрушившихся на голову и без того бедных жителей этих регионов. Это самое настоящее рукотворное бедствие, устроенное коррумпированным политическим режимом Казахстана во главе с Назарбаевым и Токаевым в течение 30 лет. Но сегодня я хочу сделать публичное заявление как экологический активист и эксперт в области охраны окружающей среды, экологии и здоровья человека. Разрушение от наводнений – это всего лишь начало надвигающих еще более ужасающих последствий для затопленных регионов нашей страны и людей, проживающих там. В частности, я хочу остановиться на самом богатом регионе мира Атравской области, потому что я знаю этот западный регион очень хорошо, а именно населенные пункты – Кульсары, Досор, Каратон и Макат, где ожидается экологическая, эпидемиологическая, техногенная катастрофа. Техногенная катастрофа в этих населенных пунктах вблизи тенгийского месторождения была заложена задолго до наводнений и связана это напрямую со освоением тенгийского месторождения компании «Тенгишевройл». Я предупреждал компанию «Тенгишевройл» об этих потенциальных экологических последствиях для регион еще в 2005 году, когда они систематически и в обход не только казахстанских природоохранных законодательств, но и в нарушении Международных экологических конвенций сжигали и захоранивали токсичные нефтяные отходы в землях, близлежащих населенных пунктах от тенгийского месторождения. В результате массовых наводнений все нефтяные и токсичные отходы, которые захоранили в земле Атраусской области в течение 30 лет, оказались в водоемах, из которых питается население, домашние и дикие животные. Я в деталях знаю, с каких объектов «Тенгишевройл», кем, в каких объемах и куда возились токсичные нефтяные отходы, и чем они опасны для местных жителей, проживающих вблизи тенгийского месторождения, равной, как и для всей Атраусской области. Но вначале я хотел бы напомнить вкратце об криминальной истории освоения тенгийского месторождения, когда глобальная нефтяная компания «Широн» начала свой бизнес в Казахстане с коррупционного скандала в 1993 году под названием «Казагейт» с участием в нем тогдашних правителей Казахстана в лице Нурсултана Назарбаева и Нурлана Балгимбаева. Тогда основным ее участникам уголовного разбирательства в Соединенных Штатах удалось избежать от ответственности, и поэтому сегодня, спустя 30 лет, мы становимся свидетелем продолжающей этой криминальной саги, которая вывалилась на наши головы в прямом и переносном смысле в виде массовых загрязнений окружающей среды и экологии, уничтожая флору и фауну, нанося урон здоровью местных жителей ближлежащих городов и населенных пунктов к тенгийскому месторождению. К этой экологической катастрофе непосредственно причастна отравовская компания «Вэздала», принадлежащая Туллигена Балгимбаева, сыну бывшего премьера министра Казахстана Нурлана Балгимбаева, который является монополистом в сфере утилизации токсичных нефтяных отходов в Казахстане. Что же касается Тенги Шевролы, то в течение 30 лет компания Тенги Шевролы практиковала передачу нефтяных и токсичных нефтяных отходов на утилизацию провластным подрядчикам, как «Вэздала» за определенные покровительства страны правительства Казахстана. Таким образом, умывая свои руки, снимая с себя юридическую ответственность за пагубные последствия от их производственной деятельности для окружающей среде экологии, так и для здоровья жизни Атравской области. Токсичные нефтяные отходы с тенгизского месторождения бесконтрольно распространялись и захоронялись по всей территории Атравской области. И только в 2017 году казахстанская высокотехнологическая компания КСС, которую я создал в 1997 году, продемонстрировала компанию Тенги Шевролы, как нужно правильно обращаться с нефтяными и токсичными отходами, применив новейшие технологии мира в области переработки нефтяных и токсичных отходов. В течение пяти лет компания КСС в рамках обязательств по контракту с Тенги Шеврол выполняла свою работу без укоррозненно, показывая высокие стандарты экологической и производственной безопасности, предотвратив многолетнее загрязнение окружающей среды и экологии Атравской области. Но в 2021 году компания Тенги Шеврол по предварительному сговору с правительством Казахстана и при активном участии Тольгена Балгимбаева совместно организовали судебные процессы против компании КСС, руководителей КСС и лично меня из-за моей правозащитной деятельности, чтобы финансово измотать и уничтожить, захватить имущество и технологии компании КСС. В результате этого коррупционного сговора с правительством Казахстана Тенги Шеврол разорвала контракт с КСС и присудила этот контракт компании ВСДЛА Тольгена Балгимбаева. На протяжении трех лет после одностороннего разрыва контракта с КСС компанией Тенги Шеврол и ВСДЛА не осуществляли переработку нефтяных отходов, а попросту захоронили их вблизи населенных пунктов Кульсары и Досоры. Результат этого коррупционно-экологического преступления Тенги Шеврол и ВСДЛА привела к техногенной экологической катастрофе в Кульсарах и Досор. В данном заявлении я обращаюсь ко всем жителям Атраусской области, кто так или иначе пострадал или страдает от токсичных нефтяных загрязнений в вашем регионе. Присылайте на телеграм-бот-каналы Freedom Kazakhstan и 16-12 фото, видео и другие ценные информации, чтобы призвать неблагонадежных компаний, как Тенги Шеврол и ВСДЛА к ответственности за систематические экологические преступления в Атраусской области. Только так мы можем вместе протисать тем, кто отравляет нашу жизнь и нашу землю. Но мы должны четко понимать, что фундаментальная причина всех бедствий народа Казахстана заключается в отсутствии у нас политических свобод и демократических институтов власти. Поэтому требуем отставки Тукаев и всего правительства Казахстана. Тукаев, Кет. Аллах, Казахстан.